29 мая состоялось заседание Думы городского округа город Буй 7 созыва. На нем депутаты ознакомились с итогами прошлого года в некоторых сферах жизнедеятельности города и планами на текущий период. По традиции, первым пунктом повестки дня был финансовый вопрос. Об исполнении городского бюджета за 2023 год доложила заместитель главы администрации, начальник финансового отдела Ирина Голубкова. Впереди лето и внимание депутатов летнему отдыху и занятости юных боевлян. Народные избранники рассмотрели вопрос об организации летней оздоровительной кампании в 2024 году. Всего за период оздоровительной кампании, именно в летний период, у нас на базе муниципальных организаций будет организовано 10 лагерей с дневным пребыванием. Это школы вновь детского творчества, уникум, спортивная школа «Спартак», детская музыкальная школа. На базе государственных учреждений будет организовано три лагеря. Один из них уже не в первый раз будет организован летний лагерь с дневным пребыванием на базе школы-интерната. Впервые в летний период в 2024 году будут организованы материя с дневным пребыванием для старших школьников и несовершеннолетних студентов на базе специальных учебных заведений. Это 20 человек на базе Буйского техникума железнодорожного транспорта и 10 человек на базе Буйского техникума градостроительства и предпринимательства. Всего в летний период в лагерях с дневным пребыванием отдохнет 733 человека, а общий охват за весь год составит 971 человек, что выше предыдущего года, когда было у нас в лагерях оздоровлено 918 человек и составляет 36,9% от числа детей в возрасте от 6 до 18 лет. Стоимость путевки на смену продолжительностью 18 дней составит в 2024 году 5040 рублей. Цена также, стоимость изменилась против 4770 рублей в 2023 году, в том числе родительская оплата 1008 рублей. Стоимость питания составляет 158 рублей в день. Работа в пришкольных лагерях будет организована в соответствии с тематическими программами. Приоритетное направление 2024 года – это год семьи, формирование здорового образа жизни, год 80-летия со дня основания Костромской области, 225 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, патриотическое воспитание, движение первых. 17 мая 2024 года состоялась комиссионная приемка лагерей. В составе комиссии были представители надзорных органов, Роспотребнадзора, Росгвардии. Санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии учреждений с санитарным правилам и нормам по организации отдыха и оздоровления получены всеми муниципальными учреждениями. СУЗы работу по получению заключений продолжают. У нас 31-го итоговое, вернее, скажем так, не итоговое, а предварительное перед началом первой смены заседание межведомственной комиссии по летнему отдыху. Роспотребнадзор предварительно озвучил, что СУЗы заключение тоже получен. Первостепенная задача сделать летний отдых безопасным. У нас уже запущена акция «Безопасность детства». Ежегодная эта акция, мероприятия реализуются. Готовь сани летом. Отопительный сезон завершился совсем недавно, а на предприятиях ЖКХ уже готовятся к работе в зимних условиях 2024-2025 годов. Об этих подготовительных мероприятиях депутатскому корпусу доложили предприятия «Вира» и «Жилкомсервис». Также депутаты ознакомились с информацией о работе Буйского межрайонного отдела ЗАГС. За 2023 год в отделе ЗАГС зарегистрировано 1123 акта гражданского состояния. Из них рождение 196, заключение брака 169, расторжение брака 168, установление отцовства 52 записи акта, составлено 2 записи акта об усыновлении, 19 записи акта о перемене имени и 517 записи акта о смерти. По двум вопросам о передаче квартир из муниципальной собственности в государственную и об утверждении положения о порядке оформления безхозяинного имущества в муниципальную собственность доложила председатель КУМИ Анжелика Голунова. Депутаты Буйской городской думы поддержали инициативу об установке мемориальной доски Сергею Николаевичу Новожилову, погибшему на СВО и увековечении его памяти.